Добрый день! Сегодня вы послушаете новости на легком иврите. Это будут новости от 24 июля 2020 года. Я прочитаю текст новостей, а потом разберу почти каждое слово. Сфарад. В Ханут Дагим, в Айр Аликанта, Мештара מצа кадим עתיקим, якорим, מאוד. В Ханут Дагим, в Айр Азбр. ЛООСРИМ ЛИДКАРЕВ ЛЕАНАВИМ ВЕЛЕЙХОЛЬ ХИНАМ И теперь разберем. Шалом, здравствуйте. АТЭМ ШОМИМ ХАДАШОТ БАИВРИТ КАЛА. Вы слушаете новости на легком иврите. БАТХАЛА ХАДАШОТ МЕХУТСЛА АРЭЦ. Сначала новости из-за границы. СУРИЯ. Название страны. СИРИЯ. МЕТОС КРАВ АМЕРИКАИ. Слово МАТОС это самолет. КРАВ это бой. БОЕСТОЛКНОВЕНИЯ. МЕТОС КРАВ получается самолет боя. Боевой самолет. Или истребитель. Например, военный самолет. МЕТОС КРАВ. Обратите внимание. Слово МАТОС я произношу как МАТОС. Но если это первое слово в сопряжении, то вместо МАТОС я произношу МЕТОС. Тенденция к сокращению гласных звуков у нас А меняется на Э. Ни в коем случае мы на этом не зацикливаемся. То есть, если вы скажете вместо МЕТОС КРАВ МАТОС КРАВ, ничего страшного не произошло. Не переживайте. Итак, МЕТОС КРАВ. Боевой самолет. Истребитель. Америкаи. Американский. ИТКАРЭВ. Приблизился. Тот же корень в этом слове, что в слове КОРОВ. КОРОВ близкий. Близко. ИТКАРЭВ. Приблизился. БЕАВИР или БААВИР. Слово АВИР это воздух. БААВИР в воздухе. ЛЕ МЕТОС НОСИМ ИРАНИ. По аналогии, если у нас было МЕТОС КРАВ, это боевой самолет, военный самолет, истребитель. То МЕТОС НОСИМ это самолет пассажиров. НОСИМ это еще и пассажиры. МЕТОС НОСИМ мы переведем как пассажирский самолет. Например, если МЕТАН это груз, и я скажу МЕТОС МЕТАН, то у меня получится грузовой самолет. Правильнее сказать МЕТОС ТОВАЛА. ТОВАЛА это как перевозка грузовая. МЕТОС ТОВАЛА как транспортный самолет. Давайте переведем. ИРАНИ. ИРАНСКИЙ. У нас получилось. Американский истребитель приблизился в воздухе к иранскому пассажирскому самолету. ИРАН МАЗГЕРА ЭТ ОРЦОТА БРИТ. ИРАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ. На всякий случай я напомню, что все названия стран в иврите, вне зависимости от звучания, это слова женского рода. Поэтому МАЗГЕРА здесь глагол в форме женского рода. ИРАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. В слове МАЗГЕРА тот же корень, что в слове, например, ЗАИРУТ. ЗАИРУТ ОСТОРУЖНОСТЬ. МАЗГЕРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТОБЫ БЫЛИ ОСТОРОЖНЫМИ. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ СОДНЕННЫЕ ШТАТЫ. СОДНЕННЫЕ ШТАТЫ написано здесь при помощи аббревиатуры. РЦОТ ОБРИТ. Написано как аббревиатура. АСУР ЛИТКАРЕВ ЛАМЕТОСИМ ШИЛАНУ. ЗАПРЕЩЕНО или НЕЛЬЗЯ по смыслу. АСУР. НЕЛЬЗЯ. ЗАПРЕЩЕНО. ЛИТКАРЕВ. Приближаться к самолетам нашим. К нашим самолетам. И так как это происходит на территории Сирии, в горячей точке, то понятно, что последствия такого приближения непредсказуемы. Все может быть. СФАРАД. ИСПАНИЯ. Название страны. СФАРАД. Б. ХАНУТ ДАГИМ. ХАНУТ – это магазин. ДАГИМ – это рыбы. И здесь у нас тоже то, что называется СМЕХУТ. И второе слово СМЕХУТА – СОПРЕЖЕНИЯ. Это условно-прилагательное. То есть могут быть два существительных, но второе существительное – условно-прилагательное. Получается рыбный магазин. По аналогии, если я скажу, например, ХАНУТ МАХШИВИМ, это будет магазин компьютеров, компьютерный магазин. ХАНУТ НААЛАИМ – это будет обувной магазин. НААЛАИМ – это обувь, ботинки, туфли во множественном числе. В данном случае, Б. ХАНУТ ДАГИМ в рыбном магазине. БАИР в городе. АЛИКАНТА. Я надеюсь, что я правильно произношу название этого города. МИШТАРА – полиция МАЦА нашла КАДИМ АТИКИМ. КАД – это кувшин или амфора. Я покажу, о чем идет речь. То есть в магазине полиция случайно обнаружила амфоры. И оказалось, что им примерно две тысячи лет. Они из Римской империи. И это ценный экспонат. Непонятно, как они оказались в рыбном магазине. Но почему они не оказались в музее? Вот это как бы странно. Использовались в магазине просто как для украшения. Чтобы покупателям было приятнее там находиться. Идем дальше. КАДИМ. КАД – это кувшин или амфора. Во множественном числе КАДИМ. АТИК – это древний. Соответственно, здесь КАДИМ АТИКИМ. Кувшины или амфоры. Древние. ЕКАРИМ МЭОД. ЯКАР – дорогой. ЕКАРИМ – дорогие. Очень дорогие. ЕКАРИМ МЭОД. ВЕЙНЕ ХАДАШОТ МИЙСРАЭЛЬ. В языке высокого стиля ГИНЕ ВОД. В обычной речи ГИНЕ. С ударением на первом слоге. И в данном случае ИВЕ ГИНЕ и ВОД ХАДАШОТ МИЙСРАЭЛЬ. Новости из Израиля. Это слово в том числе в новостях используется. Часто можно его услышать. То есть оно звучит нормально в высоком стиле. ГИНЕ ХАДАШОТ МИЙСРАЭЛЬ. И вот новости из Израиля. МЕХИР – это цена. Во множественном числе МЕХИРИМ – цены. Здесь мы тоже сделали то, что называется СМЕХУТ. МЕХИРЕЙ ААНАВИМ. У нас получилось Цены Винограда. Или Цены на Виноград. ЙОРДИМ – опускаются, снижаются. БЕХОЛЬ ААРЭЦ – по всей стране. И обратим внимание, что слово АНАВИМ во множественном числе. Виноград в иврите АНАВИМ – это слово во множественном числе. Слово ЙОРДИМ здесь относится не к слову Виноград, а к слову Цены. То есть мы руководствуемся нашей логикой. Получается, Цены на Виноград снижаются, опускаются. Это вполне естественно. То есть первый виноград обычно самый дорогой. Постепенно цены снижаются. Это нормально. МЕСРАД. Следующая новость. МЕСРАД АБРИУТ МАЗГИР. МЕСРАД – это ОФИС. ОФИС. И в данном случае второе слово переводится как «здоровье». То есть дословно «министерство здоровья» мы переведем как «министерство здравоохранения». Обратите внимание, опять это важно, когда речь идет о смехуте, о сопряжении, то определенный артикль никогда не ставится перед первым словом «сопряжение». Вот как у нас было чуть выше «Мехирей Аанавим». Определенный артикль перед вторым словом, не перед первым. И также здесь «мистрад Абриут». Артикль не перед первым словом «сопряжение». Министерство здравоохранения. МАЗГИР предупреждает. Слово «мазгир» относится к слову «мистрад». Предупреждает. БАШАВОА АБА. ШАВОА НЕДЕЛЯ АБА следующий. У нас получилось «на следующей неделе ХАМ МЕОД». Жарко, очень. В обычной речи можно сказать «МЕОД ХАМ» в языке высокого стиля «ХАМ МЕОД». В обычной речи не принципиально «МЕОД ХАМ», «ХАМ МЕОД» все звучит. Итак, у нас получилось, что Министерство здравоохранения предупреждает. На следующей неделе жарко, очень, очень жарко. «МАМЛИЦИМ», слово «МАМЛИЦ» – это «РЕКОМЕНДУЕТ», «РЕКОМЕНДУЮ». «МАМЛИЦИМ», «РЕКОМЕНДУЮТ». А по смыслу мы можем перевести «как рекомендуется». «МАМЛИЦИМ», «ЛИШТОТ», «АРБЕ», «ПИТЬ МНОГО», «ВЕЛЬЁТ» и «БЫТЬ», «БЭХЭДЕР» или «БАХЭДЕР» в комнате, «ИММАЗГАН». «БЫТЬ в комнате с кондиционером», «МАЗГАН», «КОНДИЦИОНЕР». У нас получилось «РЕКОМЕНДУЮТ» или «РЕКОМЕНДУЕМ» «МНОГО ПИТЬ», «ПИТЬ МНОГО» и «БЫТЬ В КОМНАТЕ С КОНДИЦИОНЕРОМ», «МЕНЬШЕ БЫВАТЬ НА УЛИЦЕ». «МИНИ ОМЕРЕТ», «МИНИ» – это «НАША КОЗА», «Я ПОКАЖУ, О КОМ ИДЮТ РЕЧЬ». «МИНИ», «КОЗОЧКА», «ИТАК ОНА», «МИНИ ОМЕРЕТ», «МИНИ» говорит. «ШЕ БАРЫХОВОТ», «Что НА УЛИЦАХ», «ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ», «РЫХОВ» – это «УЛИЦА», «ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ», «РЭХОВОТ», «ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ РЭХОВИМ», «ПОТОМУ ЧТО СЛОВО МУЖСКОГО РОДА», «НО МЫ ЗАПОМНИМ ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ», «ПОСТАРАЕМСЯ ЗАПОМНИТЬ. «НО УЛИЦАХ БЕТЕЛЕМ», «Что НА УЛИЦАХ В ТЕЛЕМЕ», «ТЕЛЕМ» – это «НАЗВАНИЕ» НАЗВАНИЕ НАШЕГО ПОСЕЛКА, «ЛО ОСРИМ» – НЕ ЗАПРЕЩАЮТ, «ЛИТКАРЕВ» – «ПРИБЛИЖАТСЯ», «ЛЕ АНАВИМ» – «К ВИНОГРАДУ», «ВЕЛИХОЛЬ ХИНАМ» – «И КУШАТЬ БЕСПЛАТНО». Я надеюсь, что это было несложно и интересно, и полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Ли Траут. До свидания.